Приветствую всех, кто к нам присоединился, всех, кто будет смотреть нас в записи. Сегодня мы продолжаем нашу тему «Библиография для небиблиографов» и вопросы индексации, которые мы начали на прошлом вебинаре. Мы говорили с вами про ББК, рассматривали, как индексировать литературу с помощью ББК. Сегодня у нас на очереди УДК, универсальная десятичная классификация. Вот с нее и с ней сегодня и будем разбираться. Ну и сразу, коллеги, напоминаю, что цикл наших вебинаров идет и называется «Библиография для небиблиографов», поэтому сегодняшний вебинар, он будет такого обзорного, скорее, характера, знакомства с УДК и рассчитан на как раз людей, которые не знакомы с классификацией, с УДК, с ББК, которые сталкиваются с этим вопросом не каждый день и не по рабочим, скажем так, своим обязанностям. Да, ну сколько раз в год приходится индексировать свои статьи и методические пособия, учебные пособия преподавателям, студентам, магистрантам, аспирантам. Ну, может быть, четыре-пять, шесть. Ну, может быть, до десяти раз, когда прибегают коллеги, слушай, ты в этом чего-то понимаешь, вот проиндексируй мне мою статью. Помоги, ничего в этом не понимаю. То есть мы с этим каждый день не работаем. Естественно, это очень процесс сложный, процесс очень трудный, но основные какие-то моменты нам все равно необходимо знать для того, чтобы хотя бы со специалистами в области каталогизации, с библиографами уметь поговорить на одном языке и понимать тот результат, который они нам помогают сформировать, проведя эту индексацию вместе с нами или за нас. Ну и напоминаю, что у нас есть два способа и третий путь, о которых мы говорили в прошлый раз, это либо отдать профессионалам, здесь есть свои плюсы, но есть и свои минусы, что там получится и как он проиндексирует, мы чаще всего не понимаем того результата, который нам отдают. Либо сделать самому. Свой текст знаем лучше, иногда это и быстрее, чем отдать, потому что мы врываемся со своей просьбой в чужой рабочий процесс, и не всегда это происходит быстро, а надо, как всегда, к позавчерам. Но тоже есть свои минусы. Это очень сложно, это трудно, и трудно сделать правильно или хотя бы приблизительно, в первом приближении к правильности, чем это сделал бы профессионал. И поэтому вот все эти препятствия, они, конечно же, осложняют нам жизнь. Мы начинаем выбирать между одним или вторым способом, а иногда выбирать не приходится, но самый лучший вариант это все-таки сделать самому, проверить у профессионалов. Или наоборот, если кто-то вам помог проиндексировать, сделал это за вас, проверить результат, который получился, потому что нюансы у документа, может, лучше автора все равно никто знать не будет. И можно что-то упустить. Важное то, что должно в индексе отразиться. Поэтому вот на этот третий путь наш вебинар и будет рассчитан. То есть мы посмотрим, что такое УДК, из чего оно состоит, какие там есть элементы, какие есть варианты удаленно, бесплатно, онлайн, чем можно воспользоваться. Сейчас очень много информации в интернете, но не вся она достаточно хорошая, и не вся она дает полный обзор существующих возможностей. И посмотрим, как с этим можно работать, с чем можно работать, и какие там тоже есть свои плюсы и минусы. И вот это основное направление нашей сегодняшней встречи. Поэтому в какие-то глубокие вопросы каталогизации, я смотрю, что у нас очень много представителей библиотек, библиографы, представителей вузовских библиотек, вот коллеги в глубокие такие, хотела сказать, дебри УДК, индексации, мы сегодня заходить не будем. Это все-таки обзорная вещь. Но на следующий год есть такая идея проведения вебинаров и мастер-классов и по индексации в том числе. И, возможно, если у представителей библиотек будет такой интерес, то можно сделать ориентированные именно на вас, с приглашением специалистов в этой области, с которыми можно, конечно, больше задачи решить. Поэтому следите за анонсами, следите за нашей группой ВКонтакте, библиография для небиблиографов. Эту информацию будем размещать там. А мы с вами пойдем дальше. К сущностям и задачам индексирования. Вообще, зачем это нужно и что является источниками для получения информации и для проведения индексирования. Ну, сущность индексирования в теоретической литературе, в зарубежной особенно, очень любят сравнивать с различными способами свертывания информации, содержательной информации. Это что-то похожее на реферат или аннотацию, но запись, да, это описание, содержание документа, если уж совсем упростить. Но это можно сделать по-разному. Можно сделать естественным человеческим языком, используя основные принципы и правила аннотирования, реферирования. И здесь возникают такие сложности. Язык естественный, он человеческий, он для нас является нормальным. Мы на нем говорим, пишем, вроде бы хорошо владеем, но не только богатство языка, его стилистические возможности. И среди его особенностей, но есть еще и многозначность. Есть синонимы, есть амонимы. И в интересах все это, конечно, может вносить свой отпечаток на такое простое языковое описание документа. И поэтому в интересах эффективного поиска стали использовать искусственные языки ИПЯ. И вот индексы ББК и УДК – это вот такие искусственные поисковые языки. И в своем, если сравнивать индексирование, это скорее похоже на перевод. Такая трансформация с одного языка на другой. Только с естественного человеческого на искусственные поисковые. И таблицы классификации. Мы уже с вами смотрели таблицы классификации ББК в прошлый раз. Таблицы классификации УДК – они тоже похожи. Это своего рода такой двуязычный словарь, в котором есть алфавитно-предметный указатель, он есть в ББК, он есть и в УДК. И вот здесь ведется перевод с естественного человеческого языка на искусственные. А в основной части, в основной таблице с использованием вспомогательных таблиц мы, наоборот, с искусственного переводим на естественные. Если у нас есть индекс, и нам нужно расшифровать вообще, что он означает. Вот такой вот можно для успокоения себя такую метафору использовать. Это перевод. И мы переводчики. У каждого переводчика есть, естественно, свой справочный аппарат, свои словари, свои энциклопедии, подсказки. Также они есть и у классификаторов, каталогизаторов, систематизаторов. Это вот эти вот самые таблицы. Ну и более подробно задачу индексирования можно посмотреть в ГОСТе. Есть ГОСТ 7.59 2003 года. Называется он, прошу прощения, «Индексирование документов. Общие требования к систематизации и предметизации действующей». И вот там в пункте 4.1 дается, как раз и говорится, о задаче индексирования, что при индексировании следует представлять с необходимой и достаточной полнотой и точностью, создавая вот такой образ документа, поисковый образ документа, используя термины индексирования, и мы воссоздаем как бы основное содержание документа. А при необходимости еще указываем на его форму, его назначение для обеспечения эффективного информационного поиска. То есть вводим какие-то еще дополнительные данные. И там же, в этом ГОСТе, здесь есть прямая ссылка на этот ГОСТ, и в презентации, которую скачаете, этот слайд тоже есть, и эта ссылка тоже работает. В пункте 4.3 там же, в этом ГОСТе, регламентируется важнейшее условие индексирования, непосредственно анализ документа. То есть когда мы проводим индексацию, мы становимся такими переводчиками, индексаторами, и у нас должна быть возможность ознакомиться с документом в полном объеме. Вот это очень важный момент. Потому что есть случаи, когда эти требования нарушаются, когда вместо документа просто библиографическая запись или библиографическое описание, а то еще лучше ссылка или ксерокопия титульного листа, даже без оборота титульного листа, а иногда и по телефону, слушай, у меня вот тут статья, тема такая, как ее проиндексировать. Здесь, конечно, о количестве возможных ошибок говорить не приходится, потому что вот то, что на слайде, это я вам сделала такую выборку по ГОСТам, что относится к справочному аппарату, какие еще элементы, обязательно нужно посмотреть для того, чтобы проиндексировать документ. Конечно, специалист это сделает быстро, конечно, специалист это сделает гораздо лучше, чем сделаем мы, не библиографы, но если уж нам приходится самим заниматься этой задачей, а очень часто в требованиях изданий, научных изданий, в издательствах просят автора самого проиндексировать свою собственную работу, обязательно потом нужно попросить проверить, помочь, сделать вместе со специалистом, посмотреть, а правильно ли вы ее проиндексировали, потому что автор ошибется в любом случае, это не страшно, это на самом деле не страшно. Вы не обязаны быть специалистами в области каталогизации, просто не обязаны, у вас своя профессиональная область, где вы должны быть экспертами, где вы должны быть профессионалами, вот то содержание документа, которое вы представляете, вот ваша экспертная область. Поэтому здесь мы можем ошибиться и будем ошибаться, бояться этого не надо, только обязательно можно минимизировать количество ошибок, и как это сделать, это знать основные моменты, связанные с индексацией. И обязательно просить профессионалов вам помочь, объяснить, но зная основы, вы уже с ним на одном языке будете разговаривать, и вы лучше поймете, что он вам предлагает, почему такой индекс, а не тот, который предложили вы. Поэтому это такая совместная работа. Но вот откуда берутся данные, что нужно посмотреть, вот посмотрите, по одному названию статьи, сказанному по телефону, вряд ли получится учесть все нюансы, которые здесь могут скрываться, и проставить тот индекс, который нужен. Поэтому будьте готовы, даже если вы отдаете свою работу на индексацию, особенно быстро, особенно позавчера, каталогизатор будет задавать вам массу, или библиотекарь вузовской библиотеке, задаст вам массу вопросов по вашему содержанию, по вашей работе, если он к этому отнесется совсем серьезно. Поэтому, пожалуйста, будьте к этому готовы. Он делает все правильно, он выясняет все нюансы. Коллеги, есть ли у нас звук? Напишите, пожалуйста. Можно на огонек нажать, если слышно. Ага, отлично. Значит, пишу. Спасибо. Если нет звука, иначе человек нас не услышит. Вот первая главная важная часть. Нужно хорошо знать. Ну, автор содержания своей статьи, надеюсь, хорошо знает. И все нюансы, которые там есть, которые должны быть отражены в индексе. То же самое с книгами. Ну, а дальше уже пользуемся таблицами УДК. Есть по поводу ГОСТов, кстати. Для... Ну, и вот напоминаю, да, мы становимся переводчиками и пользуемся классификаторами, словарями. Вот такой словарь по УДК, с языка УДК. И на язык УДК у нас тоже есть. И я вам здесь привожу еще две ссылочки. Посмотрите их потом на досуге. Очень полезные, интересные ссылочки. Особенно вторая статья Туарда Рубеновича Суки Асяна. Первая ГОСТ 2016 года. Он так и называется. Универсальная десятичная классификация структуры правиловведения индексирования. Очень часто в интернете мне попадают ссылки на старый ГОСТ. Он уже недействителен. Вот это вот более правильная версия в действующем... В статусе действующего. Вот очень полезный ГОСТ, потому что там все хорошо расписано. Ну, насколько я могу сказать, хорошо для ГОСТа. Ну, там приведены структуры и правила введения, индексирования. То есть основные какие-то моменты, как работать с таблицей УДК, можно будет посмотреть и там более подробно уже. Либо, если вы пишете методические какие-то рекомендации, тоже можно ссылаться, если эти положения есть в ГОСТе. Не мы сами придумали делать вот так, а вот ГОСТ. Это все прописано. Вот он на ГОСТ рекомендует. И статья Эдуарда Рубеновича, пожалуйста, тоже посмотрите потом на досуге. Очень интересная статья. Статья «Новый российский государственный стандарт на универсально-десятичную классификацию». В этой статье он приводит справку о системе в целом. О том, как создавался, что такое консорциум УДК, которому и принадлежат универсально-десятичная классификация. А в 92-м году они предъявили право собственности, и это теперь их собственность. Какое место занимает УДК и консорциум в мире? Можно ли их рассматривать как международную организацию или все-таки нет? И подробно рассматривать. Статья как раз связана с введением вот этого ГОСТ 2016 года. Там подробно рассматривается его структура. И еще из плюсов там перечисляются учебные пособия для более углубленного изучения УДК, других систем и вообще технологии индексации. Поэтому с этой точки зрения тоже к этой статье имеет смысл обратиться. Очень много полезной информации для тех, кому не просто проиндексировал статью и забыл на веки вечные следующие статьи о том, что УДК вообще существует в природе. Это тоже нормально, это просто часть нашей жизни. А вот для тех, кому еще приходится самим писать какие-то методические рекомендации или инструкции, или пояснять другим, или просто эта тема нужна для работы, или просто интересна, а почему нет. Вот, пожалуйста, одна из статей, с которой имеет смысл познакомиться. А мы переходим сейчас уже к знакомству с самой системой УДК. Такой небольшой теоретический обзор, поэтому и в историю мы сегодня забираться не будем, много теорий мы туда сейчас тоже не будем привносить. Все это можно будет посмотреть, например, вот в этой статье. Система, из чего же состоит этот самый словарь УДК, который нам помогает провести индексацию. Система похожая, структура УДК, она похожа на то, что мы видели на прошлом вебинаре с ББК. Есть основная таблица, есть вспомогательная таблица, есть алфавитно-предметные указатели. Они могут быть и к основной таблице, и к вспомогательным таблицам. И вообще это не одна единственная табличка, которая существует, так же, как и в ББК. Помните, у нас были полные таблицы, средние таблицы, сокращенные таблицы, для детских библиотек, которые еще делятся для детей младшего по возрастам, для руководителей. И еще есть в каждой библиотеке свои рабочие таблицы ББК. Ой-ой-ой, сколько всего. У СУДК тоже сама, если не хуже, если не больше. Система таблиц включает ряд разных вариантов. И вариант таблиц УДК – это, так же, как и в ББК, таблицы разной степени детализации. Есть эталонные издания, есть полные, средние издания. Вот здесь, коллеги, очень, пожалуйста, внимательно смотрите. Средние издания, такая выборка из полного издания, где до 30% она, по-моему, себя включает, оно не применяется. Так, коллеги, а есть ли у нас звук? Есть звук. Ага, отлично. Ага, спасибо. Все, спасибо, коллеги. Сейчас напишу нашим участникам. Все, спасибо, тогда идем дальше. Так вот, коллеги, средние издания, если вдруг вам где-то как-то попадется в недрах отключенного рутрекера, средние издания не рекомендованы к использованию. Оно устарело. Обращайте внимание, какое издание, что вы скачиваете, нарушая авторские права, приобретаете, да, что вам дают попользоваться, средние издания не берите. Вот это вот точно устарело. Эталонное издание – это таблица, которую издает сам консорциум УДК на английском языке и на национальных языках. Может издаваться национальными полномоченными органами в качестве вот такого официального источника сведения об УДК. Но вот такого эталонной таблицы, как ББК, которую мы смотрели на прошлом вебинаре с вами, на сайте РГБ, вот здесь нет. Это не то, не выложено в такой широкий открытый доступ. Вот такие эталонные таблицы УДК. Хотя они и существуют. Но мы помним, это частная собственность и распространение ведется по лицензии. И я так понимаю, не бесплатные лицензии. Поэтому, скорее всего, это связано с этим. Официальный перевод международного эталона – это называется полное издание, тоже вариант таблицы УДК. Сокращенное издание – вот это то, что реально можно не библиографу раздобыть, добыть и пользоваться. Вариант таблицы УДК, который представляет такую равномерную выборку полного издания, ну где-то 10-12%. Опять же, степень детализации, каких-то мелких делений там можно не найти. Поэтому иногда приходится пользоваться несколькими ресурсами для того, чтобы в домашних условиях вот эту мелкую детализацию обнаружить. Есть еще отраслевые таблицы. Это полный вариант таблиц, но по конкретной соответствующей отрасли, области знания. И выборка из таблиц классификации по смешным отраслям. Вот чаще всего это этим таким вот типом таблиц, типом издания УДК пользуются либо крупные отраслевые центры информации, либо отраслевые библиотеки. Есть там по геологии, по машиностроению. И, естественно, там будут раскрыты полностью эти разделы. И очень подробно. А вот остальные разделы, там филология, культурология или еще что-то, они, скорее всего, либо они будут представлены, либо представлены в очень сжатом, не таком подробном виде. И есть еще вариант, разрабатываемый самими органами, которые занимаются индексацией, теми же информационными центрами, библиотеками, для использования в технологии индексирования. Включают выборку классов таблиц по профилю данной организации. Это вот называется рабочая таблица классификации. Но это знаете, на что похоже? Преподавателям близкая тема. Есть ГОСТ по библиографическим описаниям или по оформлению ссылок, а есть методические рекомендации, которые мы на основе ГОСТа составляем для использования на нашей кафедре в факультете, в нашем ВУЗе. И они, конечно же, будут отличаться. Но все это в рамках ГОСТа. Вот рабочие таблицы классификации, это как методичка, которую мы написали для наших каталогизаторов. Поэтому, скорее всего, для небиблиографов нам доступно то, что называется сокращенным изданием. Есть больше шансов поработать именно с ним. Как это сделать, я вам тоже сегодня покажу. Ну и структура УДК. Поэтому обращайте еще внимание, какие таблицы попали вам в руки. Своя специфика и своя широта представления индексов здесь будет. Ну и структура, она вот достаточно у нас простая. По основной таблице. Пока все похоже на ББК. По основной таблице. Тоже десятичная классификация. Обратите внимание, четвертый раздел 61-го года не занимается. Такой свободный раздел. Поэтому четверочки у нас в индексе точно быть не может, как в основном индексе. С четверкой у нас начинаться не будет. В этой таблице отражаются разные области знания. И первый раздел, нулевой, общий раздел, наука в целом, письменность, информация, культура, журналистика, библиография, библиотечные дела и так далее. Гуманитарные науки с первого по третьего. Вот я их вам даже цветами выделила. Гуманитарные науки идут с первого по третьего раздела. Здесь все, в принципе, понятно у нас. И дальше идут разделы, здесь называются классы. Поэтому мы иногда будем говорить разделы по привычке. Вот эти разделы – это классы. Математика и естественные науки объединены в один класс, пятый. И шестой класс – прикладные науки. Здесь медицина и сельское хозяйство, и техника, и инженерное дело, и горное дело, и машиностроение. И вот все оно попадает вот в этот шестой раздел. Поэтому если у вас техническая направленность и тексты, это вам сюда. В первую очередь вам, скорее всего, сюда. И вот здесь два вот этих класса, они между собой взаимосвязаны. Опять же, смотрите на содержание своей работы. Иногда возникают затруднения. Пятый класс – математика и естественные науки – это в основном вопросы, носящие характер теоретические, теоретические вопросы. Исследование общих законов и так далее. А вот класс шестой – прикладные науки – сам за себя говорит. Это уже вопрос практического использования и применения вот этих пятоклассных законов, как это воплощено в технике, в медицине, в инженерном деле, в сельском хозяйстве, в горном и так далее. То есть смотрите, опять же, по содержанию. У вас про теорию, потому что иначе можно либо туда, либо туда отнести. И туда, и туда вроде бы подходит. Куда? Если теория – это пятый. Если что-то связанное с производством, с практическим применением – это уже шестой. И общий принцип индексирования и распределения классов, деления на подклассы – он тот же самый, что мы видели и в ББК – от общего к частному. Вот это основной такой метод детализации. Общий раздел и дальше он детализируется уже до самых-самых мелких. Ну вот, например, если нам нужно… Как пользоваться этой таблицей? Очень просто. Это первое, с чего мы начинаем. Например, у нас есть судостроение. Ну вот так вот называется книга. Судостроение и все тут. Куда мы пойдем? Скорее всего, здесь не теоретический вопрос. Если это вопрос практический, а скорее всего он, то мы идем в прикладные науки. Вот шестой раздел. Открываем его. Вот так выглядит УДК консорциума. На их сайте он в бесплатном доступе и можно пользоваться. Там ограниченная, правда, выборка. Всего 2600 классов, если не ошибаюсь, из 70 тысяч. Но для, как написано на сайте, для обучения, изучения и первого знакомства с таблицей, первого, скажем так, уровня классификации, этого вполне достаточно. Нам не всегда достаточно. Поэтому мы еще в парочку мест с вами посмотрим, куда можно залезть. Но на данном случае хорошо. Вот мы заходим на консорцию УДК, на их сайт. Вот она, шестерочка. Находим в таблице. Открываем ее. Не забывайте вот эти значки. Если стоят плюсики, по плюсику открывайте все, что открывается, все, что нам нужно. Открываем шестерочку. Находим инженерное дело техника в целом. Читаем основные, приведенные здесь. Здесь вот сначала одна циферка, потом идут две цифры, да. И вот из списочка выбираем. Так, сельское хозяйство нам явно не подходит. Биотехнология тоже вряд ли. А вот скорее техника в целом, инженерное дело, скорее всего, оно прячется здесь. Раскрываем этот раздел. И вот у нас пошли еще подклассы. Видите, плюсики стоят. Значит, каждый из этих разделов мы можем открыть. Мы его вычитываем. У нас судостроение. Строение чего? Судов. Суда это что? Это водный транспорт. Ага, водный транспорт. Давайте посмотрим в водном транспорте. Вот техника средств транспорта. У нас транспорт. Открываем. О, есть водные средства транспорта, плавучие средства, судостроение. Как только вы кликнете по этому названию, оно у вас перемещается вот сюда. И раскрывается, если здесь есть какие-то пометочки. Вот здесь есть отсылка, что техника военно-морского, судостроение или транспорт. Вот она относится к этому разделу. Если видите такой значок со стрелочкой, можно откликнуть по нему. Мы видим, что это гиперссылка. Перейти, посмотреть, что там. Но мы уже знаем, что у нас-то в нашем опусе, в нашем труде ничего такого военно-морского не содержится. Значит, мы туда можем не переходить. Мы оставляем эту ссылку. Но если что-то есть похожее на то, что отражено в содержании нашей работы, по ссылке лучше перейти, посмотреть, проверить. А вдруг у нас совсем другой индекс должен быть или какой-то другой аспект рассматривается. И вот здесь сереньким наверху, видите, он показывает вам вот это, жирным шрифтом, то, где мы сейчас находимся, вот оно. А вот это, к какому классу это относится, вышестоящий, на один уровень выше. Вот 629 техник, средств транспорта. Вот откуда мы пришли, и вот он его показывает вот здесь. Юлия, вариантом электронного УДК пользуемся самым простым, так как у нас для небиблиографов, для тех, кому рабочие места, естественно, каталогизатора не нужны. И специальное программное обеспечение тоже вряд ли, да, какие-то специальные программы никто им устанавливать не будет. Подручными средствами. Ссылочку я вам дам. Это сайт консорциума УДК-самари. Вот последняя версия, которая у них написана по обновлению, это, по-моему, 12-й год у них стоит. Да, ну вот, что имеем, тем пользуемся. Это, скорее, вот такой вариант сокращенных таблиц. Вот им. Да, потому что то, что доступно, и то, что я вам показываю, это то, что находится в онлайн-доступе. Да, то, что без регистрации, без оплаты, без установки специального программного обеспечения, за которые еще надо доплачивать, обычный не библиограф, обычный преподаватель, студент, вот куда он может зайти, где он может эту информацию найти. И, коллеги-профессионалы, если у вас есть ссылки на какие-то хорошие актуальные версии, которые доступны рядовому преподавателю, студенту онлайн бесплатно, и ими можно пользоваться, и вы можете их порекомендовать, большая просьба, пожалуйста, в чат делитесь. Да, потому что это больная тема, где взять. Потому что, вот смотрите, раз, и все. А дальше, вот в чем недостаток этой выборки, этого УДК-самари. Юлия ответила на ваш вопрос. Да, я вам эту ссылку дам обязательно, и еще попробую показать, как оно выглядит. Недостаток этого, вот этой вот хорошей, хорошего помощника. Ага, это тоже, это тоже есть, это тоже покажу. Вот то, что у него здесь нет детализации. Да, вот 629 техник, средств транспорта, и пятерочка, это обозначает, что это водные средства транспорта. И вот судостроение, все. А если бы у нас была еще какая-то детализация, да, связанная с судостроением. А у нас только верфи, а у нас только парусные суда, а у нас только круизные лайнеры. И вот она же есть, она есть, эта детализация. Здесь она непредставима. Вот в полной, все есть, да, как туда, где ее посмотреть, не профессионалу бесплатного доступа, да, безоплаченному человеку со стороны, обычному преподавателю, если есть ссылочка, тогда давайте нам ее сюда. Либо вариант, ну, в библиотеках есть и издаются, либо самим покупать таблицы в печатной версии, либо в электронной версии, да, уже приобретать. Но, опять же, имеет ли это смысл, если мы этим не занимаемся постоянно. Да, в полной версии, да, есть все, и даже на эти коде есть многое чего. Но, опять же, смотрите, про обновление. Не все ресурсы, они обновляются достаточно хорошо. А если бы у нас была, ну, вот, вроде бы, да, в первом приближении под наш запрос просто судостроение, мы нашли, вот он, код, есть, есть все. Хотя бы с этим можно уже идти к специалисту-катологизатору, да, Марину. Ну, вот, видите, сайт консорциума, вот он, да, вот мы на него зашли, вот мы им пользуемся, ну, вот то, что он нам выдает. Вот, да, и с этим уже можно идти обращаться за помощью, да, к библиографу, к библиотекарю с просьбой, правильно ли я уточнить индекс, да, а почему бы и нет. Вот это вот официальный, как бы, сам сайт, официальный сайт консорциума, это их официальная версия, ее преимущество все-таки в том, что они их периодически пересматривают и какие-то обновления туда все-таки вносят. Да, полностью, вот обновление было, по-моему, последний раз, вот на сайте у них указано, что 2012 года, но по всем разделам есть очень хорошо представленные вспомогательные таблицы и очень хорошо представленные... Вот АПУ не удалось открыть, например. Это что-то в бесплатном доступе, потому что не всегда доступно. Но если у нас, например, идет не просто судостроение, а судостроение, например, России или судостроение, там, Великобритании, что делать тогда? Вот этого нам уже недостаточно, нам надо как-то показать, что это относится к конкретной стране. Вот тогда нам на помощь приходит то, что называется вспомогательными таблицами или таблицами общих определителей. Есть несколько таблиц. Я вам здесь такую шпаргалку привела, и в презентацию, которую вы можете скачать, она у вас есть. Есть несколько таблиц. Определители языка и обозначения, они приводятся двумя буквами, я их вам тоже здесь привела, да, как искать. Ну и плюс, как это выглядит. Как должно выглядеть, добавляется знак равно, но многоточие сюда подставляется просто индекс и пример, как это будет выглядеть. То есть сориентироваться, для ориентирования какую-то таблицу выбрать, куда посмотреть, я вам такую шпаргалку здесь привожу. С языком все понятно, похоже на вспомогательную таблицу, на таблицу общих определителей ББК. Для обозначения многоязычных документов, переводов тоже используется эта таблица. Отличительная символа ее, это знак равно. Это определитель народов, но очень близок к языковым определителям. Тот же самый символ используется, но помещенный в круглые скобки. То есть равно в круглых скобочках, вот как у нас в примере. Служит для обозначения национальности, народности, этнических групп. Определитель формы. Отличительный символ, это ноль в скобочках. Классификация документов, разных источников информации по форме, характеру изложения. Вот то, что мы пишем в сведениях, относящихся к заглаве в библиографическом описании. Учебник, отчет, сборник, статья, справочник, патент и так далее. Имеются обозначения для картографических материалов, для трехмерных изображений, для вопросов исторического аспекта. Все это можно найти в этой таблице. Ну и пример, тоже вот как это будет выглядеть. Очень похоже на ББК. Там у нас тоже примерно тот же индекс у нас стоит, когда мы добавляем, только мы добавляем с буковкой и без скобочка. А здесь просто 0,75 обязательно с нуля должно начинаться. И потом находим в таблице этот индекс. Вот учебники для вузов, мы его обозначили. Еще одна таблица. Символы от 1 до 9. Начинаются тоже в скобочках. Это определители места. Вот как раз это то, что нам надо. Нам нужно определить место в Великобритании, или там Российская Федерация, или там Россия. Вот так будет выглядеть этот индекс. В скобочках 410 мы добавляем к тому индексу, который у нас был найден для судостроения. Судостроение в Великобритании. Основной индекс у нас. Все-таки основное содержание у нас идет не про Великобританию, а про судостроение. Вот это будет основной индекс. И в скобочках добавляем какое судостроение? Великобританию. Вот добавили. Или Российской Федерации. Вот добавили. Кстати, про Российскую Федерацию обратите внимание. Здесь вот такой вот двойной индекс. Вот это все в скобочках. Это и есть обозначение России или Российской Федерации. Вот так оно обозначается. И внутри таблиц есть такое деление стран и местности древнего и современного мира. Вот его негеографическое положение. Географическое положение – это моря, океаны, широты, долготы и так далее. Пустыни, болота и прочее. Нам нужно место. Вот если речь идет о системе тарифов Сьерра-Леоне, и нам надо найти Сьерра-Леоне, мы идем в эту таблицу, но смотрим под класс страны и местность древнего и современного мира. Понятно, что у нас будет современный мир. А дальше он уже по частям света расположен. Уже его выискиваем, находим нашего Сьерра-Леона. И тогда добавляем. И давайте даже попробую вам показать, как это выглядит на сайте консорциума, про который ДАТИКОДом, Наука и ПРО мы пользуемся. Про консорциум мы забываем. Давайте прям вот эту табличку и покажу. Две последние таблицы. Там еще есть вспомогательные таблицы, определители времени, общих свойств. Мы на них пока не будем разбирать. Но они есть. Если встречаются, то можно будет посмотреть. Да, совершенно верно, Марина Якимова пишет, таблички, кавычки в таблице УДК немножко другие. Издательства обращают на это внимание. Да, конечно, здесь перевернутые, просто другие пока не вставлялись, поэтому пришлось поставить то, как есть. Имейте в виду, коллеги, что кавычки вот такие у нас, должны быть прямые черточки. К сожалению, здесь другие не вставились. Либо лапки вставлялись, но это совсем никуда. Просто когда будете индексировать общий определитель времени, пользоваться этой таблицей, если вдруг при индексации, обращайте внимание, какие в УДК написаны кавычки. Здесь, к сожалению, по-другому вставить пока не удалось. И сейчас я попробую вам показать экран. Скажите, пожалуйста, коллеги, видно ли белый экран с такой табличкой по середочке? Можно знак огонька нажать или плюсик поставить. Видно? Отлично. Сейчас я попробую вам увеличить. А то вот так мелко она выглядит. Хотя это 110 было увеличение. Вот я вам сейчас увеличиваю масштаб. Вот она, таблица. Вот эта таблица. Сейчас вам ссылочку даже в чат дам. Со смартфонов может быть не очень, но вот уже увеличивает до невозможности. Все, больше у меня уже может не увеличить. Вот так выглядит этот самый УДК, классификатор. На сайте самого консорциума. Заходите на сайт консорциума, и вот он вам сразу в бесплатном варианте выдает это вот summary. Здесь есть вроде бы алфавит. Это перевод на русский язык. Здесь можно выбрать русский язык. Иногда он слетает, поэтому проверяйте. Можно поставить автопереводчик браузерный. Вот здесь я оставила Яндекс браузерный автопереводчик, и он тоже у меня хорошо работал. Не все переведено на русский язык. Еще один нюанс. В основном, да, но иногда попадаются английские объяснения, пояснения, поэтому это тоже надо иметь в виду. Анотация. Да, здесь работает. Руководство. Если мы захотим открыть. Вот все. Вот чем заканчивается дело, да, с бесплатным доступом. Вот все руководство он не открывает. Если мы открываем аннотацию, вот он нам, что такое условия пользования, что такое УДК, и вот он нам его рассказывает. Соответствие. Да, вот опять. Не все разделы доступны, не все разделы работают. Переводчики, ну, это про переводчиков техническая, дополнительная информация, она нам не нужна. Ну, вот что здесь, чего здесь точно нет. Здесь нет АПО. То есть не все в бесплатном варианте для нас доступно. Если коллеги знаете хитрую ссылку на полный вариант УДК на сайте консорциума, который доступен любому преподавателю, студенту, поделитесь, пожалуйста, в чат. Очень важная, очень нужная вещь. Тогда мы будем избавлены от метаний по разным ресурсам. Но я пока не попадалась. Только то, что имею. И вот две части. То, что мы выбираем, с чем мы работаем в левой, и в правой наши результаты отображаются. Здесь. Вот они, вспомогательные таблицы. Вот основные таблицы. Вот мы их открываем. Там, где мы искали наше судостроение, у меня периодически переводчик будет выскакивать, не обращайте внимания. Вот мы по ним переходим. Вот наша шестерочка. Вот так мы искали наше судостроение. И вспомогательные таблицы. Вот они. Что здесь есть ценного? Есть объяснение по знакам. Немножко уменьшу, чтобы нам не сильно мешалось. По знакам. Какие знаки используются при индексации. Вот здесь можно смотреть. И вот он нам воспроизводится. Сразу, если мы кликаем, он нам сразу краткое пояснение воспроизводит. Приводит примеры комбинации. Вот он, наш знак плюс. Вот она, наша Россия и Российская Федерация. То, что мы с вами видели. Вот как это приводится. Как используется этот знак. Но этот знак плюс используется не только для вспомогательных таблиц. Для основной таблицы, для основных индексов. Если нам надо их соединить, он тоже применяется и тоже используется. Это перевод на русский язык. Как есть, так и есть. Кривенько-костенько, но он присутствует. Или вот там знак простого отношения. Нам показывают, что значит двоеточие. И вот такие вопросы можно здесь посмотреть. Общие. Вот она таблица общих определителей. То есть сначала идут знаки, а потом идут таблицы общих определителей. То, что нам надо. Вот они, наши таблицы. Таблицы. Попробуем. Сейчас его. Нет, не хочет он. Все равно выскакивает. Вот таблица места. Вот они в том же порядке у нас идут. Язык немножко другой порядок. Народности чуть в другом месте. Но вот мы ищем таблицу определителей места. Вот мы его нашли. Вот он у нас открывается. Так, коллеги, есть ли изображение? Мне на огонечек нажмите, пожалуйста, я убежу. Есть. Отлично. Коллеги, если вдруг пропало изображение, попробуйте выйти, зайти по ссылке. Изображение идет. В нашем записи будет точно. И вот мы смотрим. Вот смотрите, что идет в начале. В начале у нас идет специальный определитель. Весь мир. Все страны в целом. Ориентирование. Вот. Не все переведено на русский язык. Видите? Вот остается что-то на английском. Вот они. Если мы сейчас включим, он нам переведет. Вот он нам перевел. Опять же, не расширяется, уходит за границу, поэтому приходится дочитать до конца, приходится иногда прокруткой пользоваться. Тоже не очень удобный. Перенос по словам здесь, видимо, нет. И вот оно пошло. Политические единицы, административные единицы. И вот где мы искали. Страны местности древнего современного мира. Открываем его. Иногда пугает нас. Сейчас мы его отключим. Пугает слово древнего мира. Вот страны местности современного мира. Открываем. Вот она Европа. Великобритания у нас где? Наверное там. И вот оно, британские острова, острова Великобритания. И тоже есть разделитель. Ирландия отдельно, Великобритания отдельно. Вот нам нужна Великобритания. И вот он нам наш результат показывает. Великобритания, Соединенное Королевство. Великобритания, Северная Ирландия. 410. Вот мы его ставили. А вот мы нашли определитель. По вспомогательной таблице. Вот так это работает. Страшного здесь ничего нет. Здесь все. Единственное нужно просто посмотреть. Так приноровиться. Ну и чтобы вернуться наверх. Просто нажимаем наверх. Он нас на один шаг назад возвращает. К нашим основным таблицам. Общим определителям. И вспомогательным знаком. Объяснением. Удобно работать с двух. Делать. Дублировать вкладку. С двух вкладок. В одной держать. Особенно когда плохо знакомы со структурой ДК. В одной держать вот эту структуру. Чтобы ориентироваться. И во второй вкладке уже осуществлять свой поиск. Потому что если вы там заблудились окончательно. Здесь вы всегда будете. Во второй вкладке вы всегда будете. На этой главной странице. Можно долго не возвращаться. Но в то же время и не потеряться. Ну и подсказки под рукой тоже хорошо бы держать. Ну вот здесь в этом есть удобство. Но обратите внимание. Алфавит на предметном указателе здесь нет. Да вот алфавит не работает. Русский язык тоже проверять. Пару раз у меня слетало. Когда долго оставалось. Потом видимо какой-то глюк-бак. Вот так устроена УДК саммари на официальном. Вот это официальная штука. Официальная таблица. Которая находится на сайте самого консорциума. Вот этим вот можно и нужно пользоваться. Не все и не всегда, к сожалению. Но его используют. Мы используем другие средства. Но вот обращаю ваше внимание. Иногда есть расхождение. Не все редактируется. Не все оперативно изменения вносятся. Сюда все-таки они стараются какие-то дополнения и изменения вносить более оперативно. Поэтому если сомневаетесь по тому сайту, где вы нашли, или по тому ресурсу, где вы нашли индекс УДК, проверьте вот здесь. Ну посмотрите здесь. Ну вот такой вот у нас есть ресурс. Ссылочку на него я вам дала. И обращаю ваше внимание. Посмотрите, полезная вещь. Ну и к нашим примерам индексации. Вот наше судостроение Великобритании, которое мы нашли с такими трудами. 629.5 судостроение. И цветом я вам выделяю, что к чему относятся. И 410 мы нашли, что это Великобритания. Вот мы его записали. В первом приближении наш индекс готов. Конечно, можно раскрыть более подробно содержание документа. Но хотя бы направление мы с вами выбрали правильно. Мы уже проверили даже по сайту консорциума. Не абы как, не абы где. Мы вообще молодцы. И вот с этим можно уже идти к специалисту, говорить, слушай, у меня книга. Вот, давай посмотрим. Достаточно ли такого индекса? Или содержание можно еще раскрыть? А помогите мне это сделать. И уже дальше смотрим. Добыча нефти в условиях пустыни. Да, вот. Онлайн УДК консорцию. Я вам уже говорила, мы с вами видели, что не все деления на подклассы, под, подклассы, под, под, подклассы там для нас доступны. То есть если мы вот это вот будем делать с вами, то на вот эту тему, да, индексы подбирать, то мы найдем 622.3, это добыча нефти. Практическая часть, да, поэтому в шестом разделе мы ее ищем. И находим пустыни. Вот это уже в географической, да, вот здесь мы пользуемся опять таблицей, знакомые же нам, общие определители места. И вот там будет про географические направления. И вот оно, 25. Нашли. Отлично. А вот если мы посмотрим издание УДК, шестая редакция 12-го года, сокращенные таблицы Винити, то там более подробно расписано. Ссылку нет, да. Я так понимаю, что оно гуляет по сети, гуляет с нарушением, видимо, авторских прав. Насколько это закона, не знаю. На разных сайтах, форумах оно предлагается. Предлагается в качестве такого источника для индексации. Можно купить, можно связаться с Винити, можно его приобрести. Это будет вполне законно и официально. Но у меня оно уже давно есть для личного, скажем так, использования. Поэтому никаких ссылок давать не буду, но да, в сети оно есть, скажем так. Сокращенная таблица, шестое издание. Но лучше обратиться в Винити, да, купить официально. Вот по нему вот этот же индекс можно раскрыть более подробно. Только здесь у нас вкралась ошибочка, когда вносили 623. Сейчас я ее исправлю. Вот здесь у нас 623. Добыча нефти с природным газом. И без него не просто добыча нефти, а есть еще подразделения. И мы смотрим у нас с газом, без газа, какая у нас добыча нефти. Там еще есть другие виды добычные нефти. Ага, у нас вот это. И мы можем еще троечку сюда дописать. 2 и 3. Еще раскрыть. И пустыни. Там тоже есть разные разновидности. И вот тоже этот индекс можно раскрыть. В скобочках. Либо так, либо так с большей детализацией. Вот по онлайн УДК консорциум, который доступен нам, вот этот вот summary, там будет вот так, сокращенно. Но и тот, и другой индекс, они правильные. Только направления-то верные. Мы их верно определили. И правильно определили из вспомогательных таблиц. Взяли, определители добавили. То есть направление-то мы выбрали верно. И можно его просто немножко детализировать. А можно оставить его так. Опять же, здесь нужно смотреть по каждому конкретному случаю. Но и то, и другое работает верно. Знаки УДК, про которые мы с вами говорили, плюс косая черточка, двоеточие, двойное двоеточие и квадратные скобки. Там есть еще знаки. Это уже можно будет посмотреть более подробно. Но это вот те самые, с которыми мы чаще всего сталкиваемся, встречаемся. Знаки присоединения, плюсики. Читается как И или плюс. И обозначает наличие в документе двух или нескольких, можно и несколько раз этот плюс добавлять, независимых друг от друга тем. Или двух, или больше, например, каких-то формальностей, формальных особенностей документов. Применяется этот знак как для определителей, то, что во вспомогательных таблицах живет, так и для основных индексов. Например, если у нас... Вот то, с чем мы сталкивались. Вот во вспомогательном, в определителе. Вот у нас уже было, мы соединяли Россия и Российская Федерация. Почему мы это сделали? Ну, потому что европейская часть и азиатская часть, они имеют разные индексы. А у нас они в стране объединены, поэтому мы их объединяют вот так. И у нас получается такой сложный индекс. Либо у нас идут статьи по химии и химической технологии. Один касается вопросов теоретических, вот то, что мы с вами смотрели, относится к пятому разделу, а второй – практического применения. Это уже шестой раздел. Их тоже можно объединить. Но и то, и другое представлено в нашей книге, сборнике статей, работе, статье. И вот в этом случае мы тоже ставим знак плюс. Мы объединяем вопросы теории и вопросы практики. Если у вас такое есть, можно через знак плюс это решать. Их же надо как-то соединить. Дальше давайте посмотрим, что у нас идет. Ну вот опять мы встречаемся. Определение территориальной местности. Вот мы его сюда добавляем. Обратимый ли это знак? Этот знак обратимый, это важно для каталогизаторов, для нас-то может быть и не особо. Но важно помнить, что если мы поставили плюсик, то знак присоединения вот таким вот свойством обратимости обладает. Это значит, что индексы со знаком плюс можно писать в любом порядке. Мы можем написать 54, 66, а можем написать 66, 54. Или 71 плюс 73, или 73 плюс 71. Суть на содержание документа, на отражение содержания документа это не повлияет. Можно и так, и так. Он обратимый. И во всех случаях знак присоединения требует дублирования. То есть одна карточка, когда пишется, например, в карточной каталоге, раньше было, да, одна пойдет в 54 отдел, а вторая карточка на этот же самый сборник или эту же самую работу пойдет в 66 раздел. Поэтому и когда у нас вот такой индекс, да, здесь будет 66, 71 и будет еще вторая запись 66, 73. То есть они будут дублироваться. Это больше шансов, что вашу работу найдут из одного или из другого раздела. И те, кого интересует Канада, и те, кого интересует США, например. Ну, такие вот особенности у этого знака есть. Знак присоединения, он применяется во всей УДК. Обычно просто два индекса. Два индекса, а как вы их соединяете? Какой знак между ними ставите? То есть они же должны как-то соединиться, два этих индекса. Должно быть как-то показано, что это разные индексы, а не один. Их вносят в два пулю. А, если вы говорите сейчас про электронные каталоги, мы сейчас про небиблиографов, да. Когда внесение в поля, да, там, пожалуйста. А мы сейчас говорим про небиблиографов, которым вот это все ручками надо написать, вот, да, проиндексировать свою статью, мы же никуда в поля не вносим. Мы же электронными базами не пользуемся, мы вносим сюда. Да, в библиотеках, да. А вот небиблиографам приходится ручками писать. Вот для них. А в библиотекаре, да, вы внесете в разный. Плюс второй индекс. Замечательно. Это уже пошли особенности каталогизаторской работы и оформления карточек и каталогов. А по-простому мы просто пишем вот через, используем через знак плюсов. Знак косая черта, да, или от и до. Вот этот знак используется для сохранения логичности деления и для обобщения целого ряда последовательных индексов, которые не имеют общего индекса. Ну, то есть вот радиоэлектроника, нет такого индекса ВДК. Да, у нас идет вот радиоэлектроника, а такого индекса нет. Есть радиотехника, есть электроника, есть электросвязь. И все содержания нашей работы, которые относятся к радиоэлектронике или ряда наших работ, они относятся и сюда, и сюда, и сюда. И то, и другое, и третье. И либо нам писать через плюсы вот эти все три индекса. Да, очень здорово. Либо ставится вот такой знак, косая черта, знакомый уже нам. И обязательно вторая часть, он показывает от 621.37 до 621.39. Вот эти все три раздела, они входят в понятие радиоэлектроника. Вот мы и сделали вот этот период. Диапазон, указали диапазон. После косой черты перед знаком точка обязательно ставится. Вот эта особенность. Часть индекса мы показали, что 621, он и сюда, и сюда относится. А вот 39 с точкой пишется. Вот так вот здесь принято. Это знак распространения. И он заменяет собой в конечном индексе целый ряд может заменять вот таких индексов. То вот так вот. Но объединить этим знаком распространения индексы, которые не имеют общего содержания, нельзя, даже если они идут подряд. Вот, например, как вот здесь. Вот они тоже вроде бы идут подряд. Мы захотим их объединить. Но если мы внимательно прочитаем, у них совершенно разные содержания. Они о разном. Если вот здесь они связаны общей тематикой, то вот здесь они идут о разном. Где-то про детали механизма, а здесь вообще про процессы. Здесь не про процессы, здесь про процессы. И связывать вот в этом случае, использовать вот этот знак нельзя. Диапазон здесь уже нельзя указывать. Здесь надо будет придумывать по-другому. Двоеточие, о котором мы говорили. Знак отношения. Это знак для отражения связей, тоже связей между понятиями. И он очень здорово увеличивает вот эти возможности комбинирования, индексирования УДК. Так как любой индекс из любого раздела, мы можем в случае необходимости привлечь для детализации любого индекса другого раздела. Отличается от знака плюс. Знак плюс. Есть и то, и другое, а здесь мы как бы детализируем. Поэтому знак отношения. Как вот это, то, что стоит первым индексом, относится ко второму, и как то, что идет вторым, относится к первому. То есть некая такая иерархия. И вот два примера. Взаимоотношения этики и искусства и взаимоотношения искусства и этики. И так, и так можно написать. Этот индекс с таким знаком отношения называется уже составным индексом. Но составные индексы с двоеточием иногда могут нести в себе неопределенность. Это знак, допускающий инверсию. И могут при прочтении толковаться по-разному. Вот в первом случае у нас будет этика по отношению к искусству. На первом месте у нас стоит 17 этика. А во втором случае у нас будет искусство по отношению к этике. Семерка стоит первой. Хотя название одно и то же. Мы можем и так, и так индекс записать. Но посмотрите, он может повлиять на восприятие содержания. В одном случае для нас в содержании первично этика, а во втором случае для нас первично искусство. Поэтому когда даже пометой о том, что можно и так, и так, не в каждом случае. Есть случаи, когда это может, инверсия возможна. Эти индексы могут быть обратимые. И когда части составного документа можно поменять местами, это на нем не скажется. Но обязательно проверяйте. Потому что может быть и такой случай, когда скажется. Вот почему еще хорошо знать содержание документа и необходимо знать, чтобы при индексировании такого не произошло. Вот, например, литейный цеха. Запишем мы так или запишем мы вот так. Мы поменяли литейное производство и сооружение зданий, средства производства. Два индекса. Можем записать так, можем записать так. И то, и другое будет о литейных цехах. Только здесь на первом месте у нас будет все-таки технология и способы, все, что касается производства на первом месте. А здесь во втором индексе на первом месте у нас будет речь все-таки о зданиях, оборудовании, сооружениях. Чувствуете? Здесь про процесс, а здесь про оборудование, здания, сооружения. Немножко нюансы могут поменяться. Хотя, да, инверсия здесь допустима. Но бывают случаи, когда это может быть и неважно. Например, международный арбитраж или международный что-то другое, перевозки между Францией и Италией. Или международный арбитраж между Италией и Францией. Можно так? Можно так. Вот от инверсии, если по содержанию документа это на содержании никак не сказывается, можно и так назвать, и так назвать. И они рассматриваются в документе в равных позициях, то страшного здесь не произойдет. Опять же, нужно смотреть по содержанию, повлияет это или нет. То есть, когда вы используете этот знак, смотрите, пожалуйста, очень внимательно, что вы ставите на первое место, потому что это знак не просто присоединения, как был у нас плюсик, это еще знак отношения. Если с плюсиком можно поменять, а здесь уже совсем, может исказить смысл. Ну и вот еще один тоже пример. Например, у нас геодезия и спутники. Что делать, чтобы закрепить этот порядок и чтобы у нас инверсия, вот это двоеточие, оно туда-сюда не бегало. В этом случае используется двойное двоеточие, тоже знак отношения. Он введен не так давно в УДК для закрепления определенного порядка двух и более компонентов в составном индексе, чтобы не менять, вот когда он очень сильно сказывается, оказывается, вот если вот здесь у нас в общем-то и так и так можно написать, а на сути документа это не отразится, то это и не страшно. А вот если отразится, как вот в нашем примере, то нужно использовать знак двойного двоеточия. Это необратимый составной индекс. То же самое, знак отношения, но только менять местами уже нельзя и не получится. Например, вот здесь, если мы поставим вот так спутники и на второе место наши там искусственные спутники и геодезия, то у нас здесь вот получится спутниковая геодезия, а здесь будут геодезические спутники. Почувствуйте разницу, спутниковая геодезия или геодезические спутники Земли. Совершенно разные содержания, совершенно разные документы. Поэтому здесь, чтобы ничего не перепуталось, мы ставим двойной знак двоеточия. Двойной двоеточия. Ну и квадратные скобки. Это не страшная... Не страшная... Не страшный знак. Последний знак в нашем списке. Знак простой и очень хороший. Это знак, который во всех разделах УДК применяется в сложных составных индексах и выносится за скобку определитель, который этим двум индексам присваивается. Ну, как в математике. Да, вынесите за скобку. Только скобки здесь не круглые, потому что они у нас уже используются для индексации. А квадратные. Ну вот, как в нашем примере, патенты на радиоприемники телевизора. Вот индексы мы нашли, вот телевизоры, вот радиоприемники, а вот обозначение патентов. Мы нашли общие определители, формы документов и вот первая табличка вспомогательная, которую мы смотрели. Вот это мы находим там. Это уже обозначение вот самого, самой формы документа. Что это такое патенты? Вот у нас получается три составные части, из которых мы собираем индекс. И у нас получается патенты на радиоприемники и патенты на телевизоры. И тогда получалось было, что мы должны были написать вот такой вот длиннющий индекс. Патенты на радиоприемники, патенты на телевизоры. Но, используя знак квадратные скобки, мы вот эти два индекса собираем в квадратную скобку. Они идут в начале, потому что они основные, из основных таблиц. А в конце добавляем, что радиоприемники, телевизоры – это патенты. Патенты вот на вот это все добро. Вот мы его поставили. Выносим за скобки. Так же, как в математике. Простое действие. Знак остается на телевизоры и на радиоприемники. И на то, и на другое. Поэтому мы ставим не знак отношения, а знак плюсов. Ну и вот еще тоже, со знаком отношения тоже. Сборник там работали. И статей там по труду заработной плате в горном деле. Первое, что мы делаем, мы определяем индексы. Здесь у нас нет вспомогательных таблиц. Мы нашли в основной таблице и горное дело 622 индекс. Мы нашли и заработную плату 331. И вообще, здесь у нас вообще работы по труду. Это более высокий раздел 331. И его подраздел 331.2. Под классы. Вот мы их прописали. Теперь их нам надо соединить. У нас было бы сборник работ по труду в горном деле. Заработная плата где? В горном деле. Это отрасль, в которой все это реализуется. Значит, мы должны были бы написать вот так. Труд в горном деле, заработная плата в горном деле. Выносим за скобки и оставляем тот же самый знак. Вот эти с плюсиком, потому что этот плюсик относится к основным индексам. Вот они. А вот это горное дело, это отрасль, где все это реализуется, да, поле деятельности. Он у нас делал, здесь шел через знак отношения. Труд где? В горном деле. Ставим двоеточие. Заработная плата где? В горном деле. Ставим двоеточие. И вот он со знаком двоеточие у нас приезжает вот сюда за скобки. Выносим с этим знаком. Вот так вот можно использовать и индекс уже покороче стал выглядеть и более приятно для глаза. Наверное, более правильно. И восемь правил индексации для УДК, которые содержатся. Вот по основным знакам то, что используется, как это можно применять. И по основным правилам, есть восемь основных правил УДК, методики индексирования по УДК. Очень кратко по ним пройдемся. Они будут у вас в презентации, можно их скачать и по ним потом уже более подробно посмотреть. И в издании УДК, о котором я вам говорила, шестое издание 2012 года, издание Винити, там эти правила разобраны еще более тщательно. Там, кстати, очень хорошая такая вводная часть есть. Хотя вот таких методических рекомендаций, как есть в электронном эталоне ВВК, честно говоря, не хватает. Так, чтобы все это было в одном месте собрано. Сначала индексация идет по основному содержанию, а потом ставится знак отношения к отрасли. Вот как раз то, что мы с вами видели на предыдущем слайде. Сначала основное содержание, вот оно, а потом отрасль, где это все реализуется. И поэтому мы это можем вынести за квадратные скобки. Не горное дело на первом месте будет, а вот основное содержание этой работы. Ну и вот примеры я вам тоже постаралась сюда найти и привести. Собрать вот такую шпаргалку небольшую сделать. Второе правило. Необходимо четко определять предмет и аспект его рассмотрения в документе. Это то, с чем мы сегодня тоже посмотрели, с чем мы сталкивались. То, о чем мы с вами говорили. Четко определить предмет, аспект рассмотрения. И только после этого выбирать соответствующий индекс. Потому что если, например, мы будем искать печи, вот сколько индексов в УДК про печи. Вот они. Какие печи? А в каком аспекте они рассматриваются? Технология. Это теоретические какие-то вопросы. Это для обработки металла. Для отопительной какие-то котлами печи и так далее. Что это такое? И вот только исходя из этого, иначе можно промахнуться очень хорошо. По одному слову, в печи мы вряд ли сможем что-то такого сделать. Третье правило. Очень важно для определения индекса разобраться с содержанием документов. Именно поэтому мы и говорили, что весь документ целиком. Специальные определители. Помимо мы рассмотрели сегодня общие определители. А есть еще, так же как в ББК, специальные определители, которые также внутри УДК, внутри разделов, относятся только к этому разделу. Вот эти специальные определители могут использоваться в качестве самостоятельных, индексов, только в сочетании с индексами основной таблицы. Но есть исключение. Если аналогов в основной таблице УДК нет, то можно использовать вот такой специальный индекс в качестве основного индекса. Вот, например, у нас тема общие проблемы надежности машин и механизмов. Вот ровно это есть специальное, ну, как бы мы сказали, типовое деление для ББК. Специальный определитель к разделу 62, потому что у нас шестерочка. Это машинные механизмы, практическая наука, практическое применение. И есть, он записывается через дефис. Если через дефис, это специальный определитель. И вот, аналога нет в основной таблице УДК. И в виде исключения вот это можно использовать как отдельный индекс. Для расстановки, для организации каталогов можно. Поэтому вот это правило третье обязательно посмотрите, почитайте очень внимательно. Там есть из него исключения. Такие общие определители использовать нельзя, не подпадают под это исключение. А где это можно сделать? Ну, вот определители играют как бы двойную роль. С одной стороны, они вспомогательные, помогают нам детализировать. А с другой стороны, при отсутствии основного индекса и в сочетании с индексом основной таблицы, они могут выступать в качестве основных. Вот он специальный, а вот 62, да, это основной. А вот дальше деления не было. Мы просто добавляем, делаем, вот можем использовать как основной индекс. Вот такая вот вещь. Но не все определители этой способности обладают. Четвертое правило. Да, немножко так хитро написано и запутано, да. Вспомогательные понятия, которые отражают какую-то часть, компонент, составляющую, один из признаков, они индексируются определителями, которые присоединяются к индексу основного понятия. И очень часто то, с чем мы с вами сталкивались уже с печами, да, вот эти понятия, они могут иметь одинаковую словесную формулировку. Вот подшипник. Это может быть основной предмет, да, основное содержание нашей работы. Если в документе идет, например, речь о их продаже, производстве, там, транспортировке, сортировке и так далее. И тогда он в фокусе внимания. И тогда индекс у нас будет 621-822. То, что касается производства, транспортировки самих подшипников. А может быть, это вспомогательный индекс, и это тоже будут подшипники. Например, автомобильные подшипники. Речь идет не о подшипниках, не о их фокусе все-таки автомобиль, да, и речь идет о подшипниках, которые применяются для автомобилей. Поэтому на первом плане индекс основной у нас будет, относящийся к автомобилям. А через дефис подсоединяется не вот этот подшипник, не через плюс, не через двоеточие, а вот тот, который относится к специальному делению, к специальному определителю. Подшипники, автомобильные подшипники. Вот, вот как формируется этот индекс. Хотя названия вот эти могут совпадать. Вот про что это правило. То есть внимательно смотрите, о чем идет речь. И еще несколько правил. Да, но как идет индексация, то, что мы с вами говорили. Сначала мы ищем индексы в основной таблице, потом смотрим специальные определители, которые внутри самой таблицы, так же, как в ББК, да, вот они там внутри. А потом, если необходимо, обращаемся к вспомогательным таблицам, к определителям, да, общим определителям. И вот в таком порядке формируется индекс. Сложные индексы образуются за счет специального определителя, вот то, что мы с вами смотрели, вот этот, который через дефис добавляется, либо общих определителей их знаков, или знака, касая черта. Есть два понятия, сложные и составные индексы. Вот это сложный индекс, он один. Составные индексы – это двоеточие и двойное двоеточие. И есть хорошее такое правило первого упоминания, восьмое правило индексации. А вот смотрите, у нас есть обработка металлов. Это учебник для вузов. Вот учебник для вузов – то, что у нас пошло бы в сведения, относящиеся к заглаве. Он пишется, индекс имеет вот такой. Вот это обозначение учебника до формы документа и обработка металлов 621.7. Но в УДК есть два индекса, которые касаются обработки металлов. 621.7 и 621.9. А здесь у нас написано только 7. Без двоеточий, без плюсов, без каких-либо сложностей. Почему только один индекс? Хотя и то, и другое есть два вот этих в самой УДК. Потому что есть правило, восьмое правило, правило первого упоминания. Если в целом тема не может быть выражена одним индексом УДК, но может быть выражена их сумма, то работы общего характера, где рассматривается вся эта тема, то здесь мы по-хорошему должны были бы в нашем примере поставить знак плюс. Так вот, если с таким мы сталкиваемся, и работы общего характера, где вся вот эта проблема, под эти два индекса в нашем примере подпадающая, собираются под тем индексом, где тема или проблема впервые упоминается. Например, у нас первым упоминается 621.7, хотя в УДК есть два индекса. И вот по правилу первого упоминания записывается первый индекс и добавляется только обозначение, что это учебник. Вот такая вот история. Есть такое правило. Поэтому иногда мы сталкиваемся вот с такими, казалось бы, простыми индексами, значит там, хотя понятно, что здесь еще и плюсики должны стоять, а пишется первый. Но опять же, если, опять же, надо посмотреть, при каком условии под это правило подпадаем. Это не значит, что везде, где стоят плюсики, можно просто вот так вот взять и сократить. Это будет неправильно. Значит, какими ресурсами пользоваться? УДК-саммари, то, что мы сегодня с вами посмотрели. То, что ТИКОД приводили коллеги у нас, пользуются, приводили в чате, это называется справочник по УДК. И Наука.Про, который тоже упоминали, коллеги очень осторожно с Наукой.Про. Там хорошо пользоваться алфавитно-предметным указателем. По остальным разделам очень-очень осторожно. Ну, еще раз про ГОС напоминаю. По этим двум оставшимся ресурсам очень кратко я вам сейчас просто покажу несколько моментов, на которые нужно обращать внимание. Можно ли ими пользоваться? Ну, пользоваться приходится всем. И УДК-консорциум в первую очередь, и теми ресурсами, которые вы уже упоминали. Из вот таких вот наиболее, может быть, грамотно составленных, это самые, наверное, самые из лучших. Но у них есть свои минусы. И, коллеги, вот на них я обращаю ваше внимание. Значит, смотрите, структура УДК. То, о чем мы с вами говорили. Вспомогательные таблицы, знаки, общие определители. Вот они здесь есть. Это сайт консорциума. Кстати, видно ли, коллеги, плюсик поставьте мне, пожалуйста, в чат. Видно ли экран? Сейчас вам покажу. Видно. Отлично. Спасибо. Специальные делители здесь тоже можно будет найти. Они внутри раздела вживую. Открываем ТИКОД. Вот этот справочник по УДК. Ссылки, они, кстати, действенные со слайда. Если кому-то нужно, кто-то еще не пользовался этими ресурсами, можно брать, смотреть. Но что здесь? Во-первых, да, как сказали коллеги, и, по-моему, Марина Якимова мне писала про это. Я помню, что ТИКОД хоть как-то следит за обновлениями. И, по крайней мере, им можно пользоваться в части детализации вот этих кодов УДК, детализации классов, подклассов. Да. Вот здесь очень хорошо представлено. Там, где есть детализация, можно вот кликнуть, и он нам раскрывает. Вот. И здесь можно кликнуть. И вот она раскрывается. Да. Вот как много всего есть. Хорошо. Но чего здесь нет? Вот мы возвращаемся наверх. Справочник по УДК. Что здесь есть? Основные таблицы и все. То есть чего здесь нет? Здесь нет вспомогательных таблиц, определителей, место, языки и прочее. Этих таблиц вот здесь мы не найдем. Но специальные определители внутри, они есть. Они действительно здесь есть. Ну, вот мы 62 возьмем, наш раздел. Вот 62. Вот то, что идет через Дефис, это специальные определители. И вот смотрите, вот они пошли. Вот этот код, специальные определители, характеристики деталей машин. Вот где мы искали наши подшипники. Вот. Вот у нас добавляется специальный определитель. Не знаю, видно ли. И вот к 62 разделу, вот они добавляются общие характеристики. И отсылки даются, если что-то нужно посмотреть в других разделах, что-то похуже. Вот они даются, они тоже действуют. Вот это удобно. Вот таким образом. Но алфавитно-предметного указателя, вот это удобно, это действительно здорово. И да, он чаще обновляется, больше соответствует. УДК и замечательно. Но здесь нет общих определителей таблиц вспомогательных. И здесь нет АПУ. То есть здесь только основная таблица. Поэтому по основной таблице со специальными определителями, которые внутри живут. Вот этим можно здесь очень хорошо пользоваться. Когда у нас встает такой вопрос, дальнейшая детализация, помните, как с нашим судостроением. А если бы там были верфи? А вот если бы там были верфи... Вот 629, да, у нас там было. Да, вот 629. Так, сейчас мы посмотрим. Вот 629,5. И вот мы его открываем, вот оно пошло. И вот они наши. А если бы у нас были бы там всякие плавучие средства? А если бы у нас были скользящие суда? А если бы у нас было судостроение вообще про двигатели и приводы? Вот детализация. И мы ее могли бы еще больше детализировать, посмотреть. Вот в этом плане, да, вот этот справочник удобен. Но в плане АПУ, алфавитно-предметного указателя, когда у нас есть просто слово судостроение, мы не знаем, а где вообще искать-то, в каком разделе. В 6-м. Попробуй в 6-м разделе найди. Удобнее по АПУ идти, алфавитно-предметный указатель. Но его здесь нет. И вспомогательных таблиц тоже нет. Значит, их надо где-то брать. Вот консорциум УДК. Вот у нас есть вспомогательные таблицы общих определителей. Мы отсюда можем брать. Либо Наука.Про, о котором тоже многие коллеги пользуются. Опять же, коллеги, очень осторожно. С УДК, который находится на Наука.Про. Он, посмотрите, последнюю дату обновления. До 2020 года вообще, по-моему, сайт, не знаю, обновлялся или нет, насколько часто он обновляется. Здесь как раз удобный АПУ. Вспомогательный алфавитно-предметный указатель к основным разделам УДК. Но, опять же, он не один, не сводный ко всему УДК, ко всей основным таблицам. А к разделам, к разным разделам приводятся свои АПУ. Но хотя бы так они и есть. Хотя бы мы примерно представляем, что в прикладных, в шестерке должны быть наши судостроения. Мы уже знаем, где искать. Вспомогательные таблицы УДК. Здесь есть третья часть. К вспомогательным таблицам АПУ. Вот это удобная вещь. Вот сами вспомогательные таблицы здесь. АПУ к ним тоже приводится. Тоже очень удобно пользоваться, если мы в структуре новички. Вот эти. Но самим основной таблицей, вот, коллеги, смотрите, вот она, 60, 60, шестерочка у нас, да, давайте посмотрим. Вот 62. Вот мы ее открываем. Во-первых, здесь вот все листать приходится, не очень удобно. Здесь нет активных гиперссылок. Вот мы открываем 62-й раздел. Вот пошли у нас, помните, там было что-то, что-то про подшипники 629, да, вот наше судостроение, или там что у нас было, мы смотрели, да, 629-5, да. Вот они. Вот мы их хотим найти. Вот мы открываем торжественно 62-й раздел. И вот мы долистываем, 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 специально листаем до конца. Все. Обратите внимание, 620-186. Где 629-5 в основной таблице? Вот где оно здесь? Оно есть? Такое ощущение, что до конца недоработан, да, встречается уже устаревший индекс. Вот здесь могут быть нестыковки, да. Поэтому обязательно, если уж наукой ПРО пользуетесь, пожалуйста, проверяйте по ТИКОДу и особенно по ОДК-самере. Хотя бы смотрите, а совпадают ли основные индексы, да, потому что здесь могут не совпадать. Но его преимущество, его плюс, как раз вот в наличии вот этого оплыва алфавитно-предметного указателя. Например, вот где-то здесь прячется наше судостроение. И здесь по алфавиту мы легко можем его найти. Ну, опять же, легко относительно, потому что листать приходится очень много. Здесь вот такой вот ручной вариант. Ну, вот уже почти добрались. Вот сейчас мы дойдем до наших судов. Вот, сюда, мы нашли суда. Отлично. Сейчас покрупнее даже сделаю. Ой, покрупнее сделаю. Как уже вот. Вот, 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 вот они наши суда. Вот, сухогрузы, судостроение. Видите, вот он, индекс, здесь приводится в АПУ. Но если мы захотим посмотреть его в основной таблице, а у нас там только 620, дальше нету, дальше не идет. Судоходство, вот, судостроение мы можем найти. Поэтому если со структурой УДК мы не очень можем пользоваться всеми тремя ресурсами. Не очень быстро, но зато надежно. Не знаю мы, где находится судостроение, но, видимо, догадываемся, что где-то в шестерочке. Вот мы его нашли, посмотрели. Вот оно, 629,5. Ага, взяли на заметку. Посмотрели по саммаре. Да, нашли этот индекс. Да, есть такой, да, он действительно. Да, там действительно судостроение. Отлично. А как посмотреть его подразделение? А есть ли там еще что-нибудь? Да, вот оно есть. Все ли они приведены здесь? А соответствуют ли они действительности? Открываем справочник по УДК, ТИКОД. И вот уже зная индекс, нам легко найти его, посмотреть здесь. Да, то есть, ну, вот, хотя бы вот так в ручном варианте через Тулу на Москву, тремя разными сервисами. У каждого есть свои плюсы, есть свои минусы, но они как бы могут дополнять друг друга. Ну, вот, не имея ничего другого под рукой, можно вот так вот комбинировать их, использовать. Ссылки я вам тоже дала. Ну, вот, для ручного варианта, для преподавателей, студентов, которые не могут иметь доступа к другим богатствам УДК, в отличие от специалистов, да, ну, хотя бы вот так, но со знанием дела, понимая, что мы делаем. И после этого можно уже смело идти к специалистам, если они вас спрашивают, а где вы взяли этот код, а откуда вы его выкопали, вы всегда можете показать, откуда вы можете показать вот этот путь, каким ресурсом вы пользовались. И он скажет, что, ой, не-не-не, вот этим вы ни в коем случае пользуете тем, вы узнаете еще хитрые ходы и лайфхаки индексирования. Ну, вот, коллеги, на этом мы уже точно с вами заканчиваем. Немножко больше времени, прошу прощения, заняли. Я вам просто хотела показать вот эти плюсы и минусы разных вот этих трех систем. Да, у каждого есть своя любимая, но у них есть свои плюсы и минусы, да, свои недостатки. Но вот все вместе, они как бы силы дополняют друг друга, поэтому очень осторожно смотрите и всегда перепроверяйте по другим, по УДК-консорциуму, по сайту обязательно смотрите. И если есть возможность, найдете вот это шестое издание УДК, сокращенные таблицы 2012 года, вот им тоже пользуйтесь. Там очень хорошо все написано, разобрано и пояснение методики. Вот там есть методические хорошие пояснения. Ну и текодом, конечно, а куда же без него. Ну а как же детализацию еще делать. Но обязательно перепроверяйте, потому что нестыковки могут быть. Я прекрасно понимаю разработчиков этих систем, если это не поддерживается какой-то компанией, организацией, коллективом, администраторов, в одиночку это очень тяжело делать. Поэтому я без претензий, естественно, ни в коем случае с большим уважением к тем, кто разрабатывает систему. И минусы я вам показываю, недостающие элементы. Просто чтобы вы на них не попадались, и у вас была возможность для подстраховки. А вообще очень большое спасибо тем, кто хотя бы делает эти вещи. Но самое главное опять, чтобы они не нарушили ничьих авторских прав. Не было конфликтов по этому поводу. Да, вот я по этому надежде и говорю. Официальный распространитель УДК у нас является исключительно и только Винити и РАН. Все остальное. Но опять же, я не знаю, какие. Может быть, там есть какие-то договоренности, есть соглашения на каких-то условиях. Поэтому обвинять людей сразу я не имею права и не буду этого делать. Но, естественно, ваше внимание обращаю к коллеге. Поэтому каких-то ссылок на шестое издание УДК того же 2012 года не давала, но не даю и где взять не скажу. Потому что все вопросы Винити и РАН – это просто, я понимаю, что это нарушение авторских прав. И это не очень, не есть очень правильно. С другой стороны, а что же делать тем, кто с этой проблемой сталкивается, не специалистам? Пользоваться тем, что у нас есть. Пока приходится вот так. Будет у нас разработанный Винити, например, какой-то открытый, как вот эталон ББК, да, электронный эталон, мы только будем счастливы и будем пользоваться, я думаю, что только им. Может, не против, мы только за. Ну вот, коллеги, теперь уже точно все. Всем хорошего настроения, всем удачной индексации, разобраться с системой. Ну и напоминаю, что в нашей группе «Библиография для небиблиографов» ВКонтакте чуть попозже, ближе к концу нашего сезона, проведу такой опрос по темам. И индексация УДК и ББК тоже будет среди них. Будем формировать тему вебинаров и мастер-классов на следующий год. Есть такая идея проведения уже практических мастер-классов, где будем разбирать. Вот таким вот образом. Ну и смотрите, следите, можно будет проголосовать, и тогда мы, может быть, что-то уже более подробное запустим на эту тему, если эта тема будет важна в следующем году. Мне осталось только пожелать вам всего самого хорошего и разместить ссылку на оплату и получение сертификатов, что я с удовольствием и делаю. Обратите внимание, коллеги, сертификаты об участии в этом вебинаре будут готовы через некоторое время после того, как мы закроем вебинарную комнату. А приобрести их можно будет по ссылке, которую я вам дала. Там все очень просто. Одно поле, вводите свои данные и дальше переходите. Выбираете нужный вебинар, переходите по ссылке, и он вас сам проведет, предлагая разные варианты оплаты и давая инструкции. После этого все закрываете, опять заходите, опять также по ссылке, и вместо переходите по ссылкам из названия вебинара, и вместо кнопочки оплатить у вас появится кнопочка скачать сертификат. И сами его оттуда торжественно забираете домой. Ну вот, коллеги, на этом мы с вами прощаемся. Всем хорошего настроения, удачных индексов. Не пугайтесь, они не настолько страшные, как кажется на первый взгляд. У нас всегда есть вспомогательные таблицы, у нас есть ресурсы. И самое главное, не забывайте, у нас есть специалисты, каталогизаторы, систематизаторы, библиографы, библиотекари, которые с удовольствием придут к вам на помощь, если вы научитесь разговаривать с ними на одном языке, языки индексов, ББК, УДК, применять терминологию, и это, конечно же, поможет быстрее и правильнее проиндексировать ваши работы. Только совместная работа, вместе, уточнение, это все приводит к успеху. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч. Напоминаю, завтра у нас предпраздничный еще один вебинар. Ждем вас в 12 часов вместе с Айкуш Калачан. Всем счастливо, всем удачи и до следующих вебинаров.